у меня на обзоре вот такая газовая колонка с не самым маленьким водяным и газовым блоком он лучше чем те которые продаются в китае чисто бездымные потому что смотрите здесь трубки толщина трубок в два раза большего диаметра здесь два ряда трубок толще сам теплообменник вот этот медь луженая она ну прямо это твердая медь она вообще не гнется качественный соответственно теплообменник 12 горелок это лучше чем шесть соответственно что еще лучше площадь теплообменника он немножко за счет этого шире не 12 и 14 сантиметров но зато количество меди площадь теплообменника лучше есть регулировка водяного блок блока здесь есть два винта которые регулируют и вот сейчас так отрегулирован так она отрегулирована я сам это делаю что при включении от насоса 12 вольт такой обыкновенный насос в которой можно поставить в автодом мощность у него маленькая 0 4 ампера 12 вольт и вот я при включении включаю выключаю тухнет сейчас включаю слушайте значит питание искра и питание здесь идет не от двух больших батареек от одного аккумулятора 860 50 это вот коробках так называемый холдер куда вставляется что с ними делать и как заряжать в любом налобном фонарике где используется 865 вставляете ставите на зарядку заряжать например ну или есть специальное устройство которое заряжает именно такие аккумуляторы 865 но это намного лучше его можно купить качественный даже бушный вот можно от электроавтомобиля даже купить бушные они то тоже такие стоят значит суть в чем что когда вы включаете у вас она включается или автоматикой в данный момент здесь на насосе нет автоматического выключения подавления но можно отдельную автоматику поставить бытовую и он будет выключать при трех атмосферах но и я если вы поставите бытовую то нужно тут эту автоматику ставить с расширительным бачком даже маленьким допустим на 0,7 литра но все равно он должен быть включаю газ загорелся и стоит на самым маленьком меньше уже поставить нельзя и даже при таком стоит в самом крайнем положении этот стоит тоже в самом крайнем самая меньшая подача воды для того чтобы даже при минимальном газе смотрите вот я ставлю сюда руку как вы думаете и мне не горячо как вы думаете это безопасно для кемпера когда вот из теплообменника если китайский использовать то я не могу даже на ну приблизительно на 30 сантиметров чтобы не обжигала ладонь а тут я вот ставлю два с половиной сантиметра и я еще пока держу она такая горячеватая вот здесь уже свободно держу здесь мне горяченько около 60 градусов здесь вода при этом вот здесь вода только что набрана из скважины только что набрана из скважины ранее весна около 10 градусов вода то есть если летом даже в будет сильнее как можно сделать в воду холоднее немножко вот это если я вот так вот сделаю не до самого конца то я добавлю немножко воды и соответственно вода станет холоднее рекомендую такую газовую колонку у есть еще и сюда подключается датчик температуры но на скорость он не влияет чтобы он не показывал главное чтобы комфортно но он показывает просто я для удобства снял кнопочка я здесь подключаете и все можете пользоваться холодной водой если например у вас вода идет с бака от насоса сначала в колонку а потом выходит из колонки и разводится по всему дому то есть если вы вот сюда на кнопку нажали выключил колонка не включится через колонку проходит вода но она холодная как только вы хотите теплую кнопочку клац и все у вас загорится при любом открывании крана загорится газовая колонка и вы получаете даже в кране в мойке можете получить теплую воду если поставите газовую колонку раньше сразу после бака вот у меня будет стоять вот эта канистра 30 литровая как бак холодной воды сразу при выходе но не сразу а еще перед краном будет стоять это газовая колонка я рекомендую именно такую а не то что вы можете купить чистый китай еще меньшего размера почему потому что там вот этот вот это медь просто на фольга и повторюсь в два раза меньше диаметр трубки в два раза меньше тут трубки в один ряд будут и соответственно много тепла проходит так что я вот здесь не могу вот так вот удержать руку это тоже там градусов 80 но все равно это намного безопаснее поэтому рекомендую именно такой вариант без дымоходная которую можно из и использовать и с дымоходом можно использовать без дымохода безопасно для вашего автодома с использованием маломощного всего на три с половиной литра он рассчитан при но без нагрузки но когда через колонку проходит где-то около двух с половиной литров в минуту он дает на полностью закрытом если вы добавите но вот я например включаю вот это будет два с половиной литра но я могу добавить добавляю ему легче напор немножко больше и это уже будет где-то три с половиной литра почему это говорю потому что у него поспал три с половиной больше ну и соответственно вода сейчас не просто теплая не горячая потому что при этом же количество газа я могу и это нагреть если добавить в газа в газа можно добавить сколько хочешь сейчас так можно и сколько хочешь добавить так схватил воздух закончилась вода закончилась у меня вода в баке я рекомендую такого качества газовую колонку безопасность здесь дополнительная безопасность по перегреву вот здесь она крепится и еще дополнительный датчик температуры по которому вы можете контролировать в принципе он не влияет на система безопасности но у вас информирует о том что происходит у вас с выходной водой подписывайтесь на канал думаю что такого качества вот здесь есть еще один одна система безопасности когда забиваются сотые например копотью то горячий воздух начинает выходить не туда а вот сюда и срабатывает термопара и тоже срабатывает как дополнительная система защиты чего нет в китайских дешевых китайских газовых колонках без дымоходных там меньшее количество защиты подписывайтесь на канал и думаю что для тех кто пользуется автодомом и рассматривает вариант использования думаю что это самый оптимальный вариант пока что